Недавно сборная России вернулась с молодежного чемпионата мира по тайскому боксу. 93 медали, в том числе 56 золотых и безоговорочное первое место в общекомандном зачете. Нас не удалось игнорировать даже в нейтральном статусе. Время спорта рассказывает о героях из Самары, триумфаторах первенства в Королевстве Таиланд. Это Сергей Зоткин и его подопечная. Чемпионка мира Милана Емельяненко. Золотого пьедестала транзитом через аэропорт, она возвращается в скромный спортивный зал на окраине Самары. Сейчас смотри, мы с тобой отточим комбинацию, которую раньше не делали. Панч, оттяжка, то есть я как бы выманиваю соперника на себя и залетаю правым коленом. Оно у тебя хорошо работает. Поняла? Ее яркая победа над соперницей из Польши в финале стала сюрпризом для спортивной общественности. Многие считали полячку фавориткой в этой паре. Но только до начала поединка. Емельяненко уверенно взяла бой по очкам. Судьи единогласно присудили победу Милане. А вот стартовый бой с соперницей из Индии наделал много шума в социальных сетях. Будущая чемпионка планеты нокаутировала оппонентку уже на пятой секунде первого раунда. Многие осудили Милану, забыв про то, что это просто ребенок. И не каждый в ее возрасте может справиться с колоссальным давлением трибун и волнением, которые испытала на себе Емельяненко. Все было хорошо, если бы не некоторое количество хейта, которое вылилось на нас после первого поединка. Пресловутое рукопожатие. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что культ уважения и самой культуры как таковой, он стоит на первом месте в нашей дисциплине под названием муай-тай. Сильнейшее волнение немножко сбило нашу спортсменку с канвы, и мы увидели то, что увидели все. Тем не менее, мы извинились перед нашей индийской соперницей и поставили все на свои места. Так что всем муай-тай. Профессиональные спортсмены, коей является героиней нашей передачи, всегда хотят большего. Так и Милана, едва вернувшись на родину с одного турнира, уже думает о следующем важном шаге во взрослую жизнь. Я на достигнутом не останавливаюсь, и мы уже готовимся к следующему чемпионату мира, который пройдет в Турции. Скромная и застенчивая перед объективами камер, прилежная ученица и мамина помощница Милана Емельяненко пошла по стопам отца. Станислав тоже неравнодушен к единоборствам. Старается заниматься спортом вместе с дочерью. Настоящая спортивная семья. Вот только источником вдохновения здесь являются не родители, а сам ребенок. До сих пор я стараюсь себя поддерживать в физической форме. И когда мы едем на тренировки с Миланой, я периодически также с ней занимаюсь. Коллекция из медалей и кубков на стеллаже в комнате Миланы – фантастический результат для 11-летней девочки. Тренер Сергей Зоткин очень просто объясняет успехи своей подопечной. Многие хотят знать, в чем заключается рецепт чемпионства и приготовления этих самых чемпионов. Охотно поделюсь с вами, дорогие друзья, что на самом деле никакого секрета нет. Дело в том, что мы просто берем и работаем. В нашей стране есть огромное количество людей, которые своим энтузиазмом заряжают этот процесс. Процесс формирования личностей, спортсменов с большой буквы. Несмотря на то, что наше государство сегодня находится в определенной изоляции. Тем не менее, наш талант не может быть проигнорирован мировым сообществом. Сегодня Россия на порядок обогнала по показателю золотых медалей ближайших конкурентов. И это заслуга этих самых людей, ведомств и в целом всей нашей страны. В семье героя нашей передачи бывшего военного Сергея Зоткина «Спорт на первом месте». Его сын Георгий перенимает дело отца, а супруга Анна находит время и на занятия с маленькими спортсменами, и на воспитание дочерей. Одно другому не мешает. Наша семья – это маленькая спортивная династия, которая вносит свой вклад в развитие спорта у нас в регионе и в целом федерации. Моя супруга – специалист по художеству, она мастер-реставратор, реставрировала Эрмитаж и другие замечательные объекты. Наша культура сегодня является моим соратником. Получила второе высшее образование для того, чтобы быть педагогом и взращивать молодую поросль спортивную. Но, в свою очередь, сын – кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Европы в Турции. В общем, так скромно мы и живем, помогая друг другу. Все началось здесь, когда я начал тренировать своего пятилетнего сына. И потренировав, мы имели возможность выступить на культовом стадионе Бангла в Таиланде, что, в общем-то, дало ему возможность заработать свои первые деньги. Ну, а теперь он продолжает наше дело, и ему есть что рассказать. Сейчас мы открываем новый зал в Красноглинском районе. В нем занимаются дети от 10 до 12 лет. И пока что мы только начинаем свой путь в плане тренировок. Тайский бокс – база для самого востребованного и зрелищного спорта в мире единоборств ММА. Поэтому представители Федерации Самарской области помогают юным чемпионам в организации зарубежных поездок. Следят за развитием юношей и девушек в Муай-Тай. Для нас такая достаточно, на самом деле, большая гордость того, что именно воспитанники Самарской школы тайского бокса занимают самые высокие в мире места, становятся чемпионами первенства и чемпионами мира по тайскому боксу. И, конечно же, для Федерации ММА Самарской области и для смешанных единоборств вот этот вид спорта, как тайский бокс, он очень зрелищен и очень актуален. И сейчас идет такая тенденция в боях по смешанным единоборствам именно больше ударную технику. Ну и интеграция из тайского бокса – это, конечно же, лучшая интеграция, которая могла бы быть. Поэтому многие ребята после того, как завершают свою любительскую карьеру, переходят в ММА, выступают по любителям, ну и некоторые из них выступают по профессионалам на международном уровне. Коллеги Миланы по цеху, которые привезли на родину бронзовые медали, готовятся взять реванш в следующем году и усердно работают над ошибками. Только прилетели и уже через два дня начали тренировки заново. Добавили кросс, да? Добавили кросс. И… Сейчас работаем. Сейчас работаем больше на силу и чтобы в следующий чемпионат мира уже выиграть золото. И реабилитировать, отомстить американке, да? Да. И взять мочи. И взять мочи реванш, можно так сказать. Для одной из самых титулованных спортсменок Самарской области Натальи Смирновой и ее подопечной Полины Рукасуевой третье место – хороший повод прибавить и стать еще сильнее. Если бы не судейская ошибка, мы бы вообще были бы чемпионами мира. Потому что роковая судейская ошибка, которую нам отчитали именно в третьем раунде, нокдаун, она сыграла очень важную роль, как бы, в поле для боя. И из-за этого Полина проиграла, и потом ее соперница, спортсменка из Америки, стала первая. Но, как говорит спортсмена-чемпиона, не делает это хуже. Он, наоборот, становится только лучше для того, чтобы вернуться назад и добиться своего без всяких судейских ошибок. Просто надо тренироваться, идти к своей цели. Ну и, конечно, мы сейчас сделали выводы, будем работать над какими-то ошибками, потому что ошибки, они всегда есть и у профессионалов, и у начинающих спортсменов. Уже знаем, надо, с чем надо работать. И в следующий уже период мы уже поедем, если сейчас все у нас хорошо будет, отберемся на чемпионат России опять в сборную, уже поедем дальше покорять мир. Надеюсь, у нас все получится. Подводя итоги прошедшего первенства планеты, Наталья Смирнова считает, что нашим парням и девчонкам сейчас нет равных в мире. Тайский бокс в России становится любимым и поистине народным видом спорта. Россия заняла первое общекомандное место. Это не благодаря тому, что у нас в сборной России много народа, а именно действительно сборная России очень сильная. Ребята очень заряжены, именно технически подготовлены правильно. Именно показывают тайский бокс. Техника поменялась очень сильно. Пацаны и девчонки заряжены на 100%. Подготовка шла такая. Именно с точки зрения физических данных очень подготовленные дети. А это зал, где тренируется Настя Наумова. Ее наставник Вячеслав Нуждин – президент Федерации тайского бокса по Самарской области. Наумова уже опытная спортсменка. Занять высшее место на пьедестале в Таиланде ей помешала травма. Настя сломала палец, но все равно вышла на бой и выступила достойно. Данный чемпионат мира, данное первенство мира являлось для нас уже третьим международным соревнованием, где Настя в 2021 году стала чемпионкой первенства мира в Малайзии. Затем в 12 лет она заняла также бронзовую медаль в Турции на чемпионате Европы. И сейчас попала снова на первенство мира, заняла третье место, получила бронзовую медаль. Но будем работать, надеемся на отбор в следующем году. И, соответственно, уже сейчас мы начинаем подготовку и к первенству России, и к первенству Европы и мира на новый сезон. Возможность реабилитироваться у Анастасии непременно будет, ведь она не сворачивает с намеченного пути и упорно двигается к своей цели. Я очень хочу реабилитироваться, лучше, как сказать, подготовиться и занять уже первое место на следующем первенстве миру. Ну, когда мы пришли в этот замечательный зал, моему ребенку было всего лишь 8 лет, и хотела, конечно, я того, чтобы она просто после школы вертелась, крутилась и отдыхала. Но по прошествии 5 лет я теперь вижу, что это какая-то судьба, потому что ребенок у меня стал, Настя, моя очень дисциплинированным, ответственным, невероятно коммуникабельным, потому что общение с таким количеством людей, такое количество разнообразных эмоций идет на пользу только исключительно в воспитательном процессе любого ребенка. Плюс ко всему невероятная самостоятельность, которая вырабатывается на различных сборах, различных соревнованиях, куда дети выезжают с тренерским штабом. И мы уже родители в таком их юном возрасте совершенно не боимся за то, что они потеряются в поезде или еще что-нибудь. Вот на последних соревнованиях у меня ребенок выполнял функции переводчика для маленькой нашей самарской группы, тем самым проявив еще и свои знания английского языка. Тайский бокс – это вид спорта, который настолько многогранен, и его многогранность заставляет и в ребенке открыть большое количество граней. Так что я очень рада, что мы выбрали именно этот вид спорта. После встречи с тренерами, нашими чемпионами и призерами чемпионата мира, их родителями и руководителями федерации напрашивается только один вывод. У нас очень талантливая молодежь, и нужно оказывать посильную помощь, развивать детский спорт. Это хороший действенный способ повысить узнаваемость нашего региона в России и далеко за ее пределами.